Следующий момент очень важный. Если есть указания на то, что... Я сейчас хочу сказать важные моменты определенные, которые надо все равно знать. Первый важный момент. Если в семье вот этого человека, которого вы хотите жениться, есть психически больные люди, это значит, что вам надо серьезно задуматься над тем, стоит вам с этим человеком строить отношения или нет. Что значит задуматься? Это значит, готовы ли вы жить с психически больным человеком? Понимаете, о чем я говорю или нет? Готовы или не готовы? Если не готовы, лучше не трогать этого человека. Пускай он найдет того себе, который готов. Второй момент. Если у человека есть какой-то дефект, допустим, он не может зачать ребенка, не надо себе думать о том, что все будет нормально, все исправится. Скажите себе, готовы вы ребенка взять на воспитание или не готовы? Если вы не готовы ребенка брать на воспитание, не трогайте этого человека. Пускай он найдет себе того, кто готов брать на воспитание. Понимаете или нет, о чем я говорю? Что здесь уже нет сантиментов в этих вопросах. Если вы беретесь слепую жену себе. У меня один возвышенный человек, знакомый, возвышенный человек, взял себе слепую жену. И он думал, что он готов жить со слепым человеком. Он необычная личность, правда необычная личность. Но в какой-то момент он начал встречаться с другой девушкой. Потом он много говорил со своими наставниками, много общался, много страдал. И решил в конце концов остаться со своей слепой женой. После этого он обрел счастье в отношениях с ним. Но знайте, что не каждый способен на это. Не каждый. Поэтому если вы видите какие-то дефекты, какие-то трудности у человека, оставьте его в покое. Если вы чувствуете, что вы не сможете это пережить. Не надо себе какие-то там эти вот строить. А если уже создана семья, то есть как бы вы не предусмотрели этого? Не предусмотрели, уже создана. Терпите. Значит, это ваша судьба. И Бог вас наградит за это терпение. В этом нет сомнений. Потому что, знаете, на самом деле, счастье не всегда бывает там, где просто наслаждение друг другом есть. Счастье часто бывает там, где есть аскеза в отношениях. У меня есть другой друг. Он со мной ездил. Мой близкий человек. Он со мной ездил 6 лет. Я читал лекции. Он был, как бы учился у меня. И он настолько чистый, возвышенный человек, что вот я не знаю, кто у кого учился. Ну, то есть, знаете, удивительная личность. Удивительная личность. И этот человек, он много лет, как бы вот так вот совершал безбрачие, такой обед безбрачия. И многие девушки на него смотрели. Так же, когда ездил, многие ко мне подходили. А когда он женится или нет? А когда женится? Я говорю, не знаю, не хочет жениться пока. И никто не знал вообще, женится он или нет вообще в своей жизни. И одна девушка в его городе, когда он уже от меня отучился, он уехал в этот город. Одна девушка попала в аварию. И она осталась парализованной. У нее отказали ноги. И он как врач, он выучился на эргидического врача, он пытался ее лечить. И в какой-то момент он узнал, что она собирается покончить жизнь за убийством. Эта девушка, она такая религиозная, серьезная. И знаете, что он сделал? Он взял ее замуж. А сейчас лучшие отношения я никогда не видел в своей жизни. Лучшие отношения, чем между этими людьми. Настолько чистые и возвышенные и глубокие отношения, именно они показывают, что такое отношение между женщиной и мужчиной для меня. Есть еще одна семья, которая мне это показывает. Он духовный учитель, а она его жена. Вот. И эти отношения настолько чистые и светлые. Когда эти люди вместе, они вместе иногда поют молитвы. Когда они это делают, такой чистотой, такой чистотой наполняется жизнь. У меня разок были трудности в отношениях с женой. Я женой, да, так я сказал? Я, ну как бы, я хотел вообще отречься от мира. И вот так вот я хотел. И они с женой сидели, и мы с женой сидели. Я рассказывал, как бы, о своих трудностях. Жена молчала, сидела так, молчала. Я рассказывал о трудностях. А он смотрел на меня и просто улыбался. Просто улыбался. Он ничего мне не говорил вообще. Он просто улыбался, вот так сидел, улыбался. А я рассказывал о трудностях. И потом я чувствую, что я уже не хочу рассказывать ничего. Мне спокойно стало. Я замолчал просто и все. А он спросил, а ты что-нибудь скажешь? Она ничего не говорила, молчала, смотрела, смотрела, потом тоже заулыбалась. И знаете, он ничего не сказал после этого. Он сказал только одно слово. Это все такая ерунда. Пошел. Все такая ерунда. У нас как рукой сняло все потом. Все такие счастливые отношения, все классно. Никаких проблем. Знаете почему? Потому что часто в отношениях не хватает милости. Не хватает просто вот этой чистоты, с которой ты сталкиваешься. Понимаешь, когда ты видишь чистого человека рядом с тобой. Он поговорил просто с тобой, свое отношение к твоим отношениям дал. И тебе стало легко в сердце и хорошо. И этого достаточно. Понимаете? Нам не хватает чистоты. Вот чего нам не хватает. Нам ни секса не хватает на всю жизнь. Нам не хватает чистоты вот этой глубины. Поэтому очень ценно искать вот таких людей в своей жизни. которые эту чистоту и глубину и могут дать. Спасибо.